Ну и первая всеукраинская олимпиада по креативности стартовала в Киеве. Участие принимают 30 команд школьников из разных регионов Украины. Победитель будет представлять Украину на финале Всемирной Олимпиады в США. Конкурс существует больше 30 лет. Ежегодно в нем участвуют 150 тысяч школьников из 30 стран мира. Теперь в этом списке и Украина. Что предлагает, расскажет Тамара Кононенко. Участники креативили в шести направлениях – научном, инженерном, художественном, общественном, импровизации и техническом. Последнее называется «Прямо в цель». По его условиям команды должны попасть в специальную мишень с помощью летательных аппаратов, сделанных собственноручно. Основным заданием команд было спроектировать летательный аппарат, который может взлетать с любой из пяти зон. Команды выполняют запуск по очереди с каждой. Аппарат в воздухе должен скинуть груз в зону и приземлиться в той дальней прямоугольной зоне. Эта команда сконструировала аппарат по типу катапульты. Использовали доступные подручные материалы. Мы сделали летающий аппарат, который был сделан из картона, палочек от кофе и скотча. В основном. И у нас была запусковая установка. Она делалась из фанеры, пластиковой трубы и резинок. Международное жюри оценивало не только техническую креативность, а и интересную подачу. Костюм и реквизит, номер в целом. Организаторы «Малая академия наук» уверены, развивать креативность у детей не менее важно, чем учить их разным наукам. Вызовы имеют одинаковое задание для всех детей во всем мире. То решения это могут быть самые разнообразные в зависимости от того, что умеют дети, какие у них сильные стороны, о чем они мечтают. И не каждый воплощает это задание по-своему. В первой всеукраинской олимпиаде по креативности приняли участие две сотни школьников, четыре десятка тренеров, педагогов и 25 экспертов.